МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфирное время. Канал ННТ продолжит новости 24 в студии Махач Курванов. И вот что увидите сегодня в коротком анонсе. Жители села Хутни Гунипского района остались без воды и бьют тревогу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дагестан примет участников проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа». Бойцовский клуб «Дагестан Файтер» готовится к новому сезону. ДТП в Кумтаркалинском районе унесло жизнь одного человека. На федеральной автодороге «Кавказ» возле населенного пункта Алмало пассажирская газель столкнулась с автомобилем «Лада Приора». 12 человек доставлены в больницы, пока пострадавших обследуют. Сколько из них будет госпитализировано, пока не ясно. Возгорания на месте происшествия нет, движение не нарушено. К ликвидации последствий происшествия было привлечено 48 человек и 13 единиц техники. В 40-градусную жару жители села Хутни в Гунипском районе остались без воды. Накануне на Гадыкане было составлено очередное обращение к чиновникам с просьбой оказать помощь в приобретении резервуара капитальной прочности, который можно эксплуатировать в условиях высоких и низких температур. Подробнее Ларьяна Шамхалаева. Электростолбы в селении Хутни украшены паутиной шлангов. Это вынужденная мера. Приготовить еду, вымыть посуду и принять душ не так-то просто. Сначала необходимо провести воду с речки, которая протекает за 4 километра от населенного пункта, а затем насосами закачать ее в специальную емкость. Вы, наверное, обратили внимание, что у людей, нормальных людей, на столбах провода электрические. А в нашем случае стараемся для себя создать какие-то условия, тянемся к шланге с водой. К слову, резервуаров всего два им уже более 25 лет и санитарным нормам они не соответствуют. В емкостях быстро скапливается осадок, к вычищению которого привлекают даже маленьких детей. Мы чистим, видите, вот тут люк. Мы вот опять-таки маленьких детей просим, отправляем вовнутрь, вернее, перекидываем на бок. И там такой слой земли, грязи, мула, чистим раз в год. Чтобы вернуть живительной влаге первоначальный вкус, цвет и избавиться от насекомых, хоть нибцы ее тщательно фильтруют. Ну, внутри там, говорит, что, червички, паутина всякие, всякие. Каждый человек не успеет, не успевает фильтр поставить в каждом доме. И вот так вот живем. Не знаю, до каких пор будем жить. Такие сложности в ауле не только летом. Зимой воды в резервуаре едва хватает на всех жителей села. Во-первых, емкость слишком мала, а во-вторых, она напрочь замерзает. Вода, которую мы протянули, сами же, опять-таки, люди без помощи администрации за 3-4 километра зимой перемерзает. И воды нет. Сельские активисты сетуют, что обращались к главе администрации Ругуджинского сельсовета Магомеду Гаджимусаеву. Уже энное количество раз. Но глаз народа не был услышан. Ну, обращение администратору Ругуджинскому, администратору Ругуджинскому, наш администрации в городском этом и так далее. А кому еще обратиться? Джамат села составил очередное прошение о содействии в установке высокопрочной конструкции для хранения и подачи питьевой воды в объеме 60 тонн. Помимо проблем с водой, в селе Хутни есть и проблемы со светом. Это связано с тем, что на все село всего три трансформатора, а провода ветхие и провисают. Небольшие порывы ветра, и все село остается без электричества. Лария Анна Шамхалаева, Магомед Зурканаев, телеканал ННТ Хутни, Унипский район. Наличие задолженностей физических лиц, индивидуальных предпринимателей и обычных продавцов проверили сегодня на территории второго рынка. Совместный оперативный рейд провели судебные приставы Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Дагестан и сотрудники ГУВД Махачкалы. Они направились на торговые площадки в рамках приоритетного проекта «Обеление экономики». При наличии задолженности предлагалось на месте оплатить долг с использованием платежных систем. Кроме того, судебные приставы провели разъяснительную работу с работниками рынка и рассказали о функционировании интернет-сервиса и мобильного приложения, на котором каждый желающий может узнать о наличии за ним задолженности. Данные мероприятия совместно с работниками ГУВД будут проводиться регулярно. Дагестан примет участников проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа». В рамках проекта студенты из московских вузов в дни летних каникул отправляются в Республики Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа. Там молодые люди наряду с местными студентами участвуют в двухнедельном субботнике на выезде по сохранению и восстановлению кавказских памятников истории и культуры. В 2017 году одним из центров проекта станет Дагестан. Молодые студенты отправятся к памятнику истории и культуры регионального значения «Преображенский редут», который расположен на территории Бутлигского района усиления Нижнее Имхило. Там будут проведены мероприятия по сохранению и восстановлению объекта культурно-исторического наследия. Отметим, проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа. Культура Кавказа» был поддержан администрацией президента Российской Федерации. Далее короткие новости от Алины Хасанбековой. Дагестанские паломники отправились в хадж на велосипеде и доехали до Дубая. Исламу, Анвару и Пахрудину по пути пришлось нелегко. Парни отважились поехать в Мекку на велосипеде, чтобы осуществить мечту всей своей жизни совершить хадж. Очень сильная жара застала их в Иране. Там же троим паломникам пришлось преодолевать на велосипедах 40-километровый подъем. Стало известно, что накануне велосипедисты на пароме добрались до Объединенных Арабских Эмиратов и находятся в Дубае. Немного там передохнув, они планируют выдвинуться в Лучезарную Медину. Глава «Газпрома» пожаловался президенту России на Дагестан. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что Дагестан и Волгоградская область систематически не выполняют обязательства по доведению газа до потребителей. Миллер отметил, что «Газпром» продолжает реализацию программы газификации страны, которую начали еще в середине 2005 года. Он подчеркнул, что ответственность «Газпрома» – это привести газ на границу населенного пункта, а распределительные сети и подготовка потребителей к приему газа входят в обязанности самих регионов. Бюджетникам Дагестана начали выдавать карты «Мир». Согласно закону о национальной платежной системе, всем новым бюджетникам и пенсионерам, которые захотят получать выплаты из бюджета на банковскую карту, теперь будет имитирована карта «Мир». Данный порядок заработал 1 июля текущего года. Преимуществом карты является высокий уровень защиты от мошенников. Дагестанка Саидат Лугуева заняла первое место на поэтическом фестивале в Санкт-Петербурге. Жительница Дагестана Саидат Лугуева победила на пятом конкурсе-концерте Большого городского поэтического фестиваля. В конкурсе приняли участие более 60 поэтов, среди которых были как признанные мастера слова, так и новички поэтического направления. Мероприятие проходит в формате живых выступлений, где поэты читают от одного до трех своих стихотворений. Летний период для спортсменов – это время тренировочных сборов. К новому сезону готовится бойцовский клуб «Дагестан Файтер». Интенсивные занятия у одной из ведущих дагестанских команд проходят в Высокогорье Хунзахского района. Раннее утро для бойцов ММА начинается с пробежки в горах. Кросс на высоте около 2000 метров – это отличная возможность подтянуть дыхание и выносливость. В тренировках задействовано порядка 30 бойцов смешанного стиля. Предсезонную подготовку на Хунзахском плато представители клуба «Дагестан Файтер» проходят уже во второй раз. Третьего числа приехали сюда, в Хунзах, специально, чтобы перед серьезными стартами у нас в этом году, чтобы немного привыкнуть к Высокогорье, чтобы немного развить свое дыхание. Мы уже второй год здесь подряд, нам очень нравится, очень хорошее питание, очень хорошее отношение со стороны людей, со стороны главы. Нам это очень нравится, мы большим удовольствием сюда приезжаем и очень благодарны за это. Для обмена опытом к сбору подключились гости из Украины, Казани и Краснодара. Обедом спортсмены оттачивают свое мастерство в борьбе, вечером их ожидает ударная тренировка. Режим занятий насыщенный, что поможет максимально быстро войти в форму и повысить физические данные. Уже совсем скоро бойцам предстоит выступить в сильнейших профессиональных организациях. Чувствуется, что братский густ, набираем функционально и выносливость очень сильно набираем, очень тяжело, но стараемся. Следующий бой я проведу в Лиге ЕСИБИ, примерно в августе, в сентябре, со тренинг пока неизвестен, но я надеюсь, что в августе проведу и готовлюсь в полном фоне. Очень серьезные соревнования, кто-то выступит на чемпионате мира, кто-то будет с Саидом Магомедом защищать свой поезд в Лиге Ахмат 14 октября. Здесь все ребята, которые выступают среди профессионалов, и у всех будет серьезный старт. Условия для тренировок созданы на хорошем уровне, многого спортсменам и не требуется. Оборудованы спортзалы, питание из экологически чистых продуктов, выделены места для проживания. Учебно-тренировочный сбор бойцовского клуба «Дагфайтер» завершится 15 июля. Курбан Рагимов, Мухтар Гаджи Дадаев, телеканал ННТ, Хунзахский район. Напоследок курс валюты на завтра. Доллар 60 рублей 24 копейки и евро 68 рублей 38 копеек. Еще больше новостей вы увидите на нашем сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»